И так, мои дорогие друзья, добрый вечер. С вами снова Олег Рыжков. Только что вернулся как раз из поездки по Украине. Хочу вам сказать, в Багдаде все спокойно. А самое главное, у нас есть бизнес и есть положительный настрой. Буквально завтра, то есть это уже будет 13 марта, я направляюсь в столицу Казахстана, в Алматы. Это, кстати, бывшая столица, но для меня она все равно осталась настоящей нынешней столицей. Где мы будем работать, где будет проходить наш старт-семинар, это будут и тренинги, это будет и школа, и презентация. То есть Казахстан развивается, я считаю, развивается с очень хорошей динамикой. Но перейдем более к делу, скажу вам, для того, чтобы это развивать, опять-таки, нужно всегда придерживаться определенной системы. И как мы с вами уже говорили в предыдущих наших репортажах, помните, те самые основные 4 шага, которые помогут вам сделать этот бизнес. И первый шаг, он называется, казалось бы, все просто, все элементарно, приглашение. Кто-то говорит, что надо стать профессионалом приглашения. Вы знаете, на этот вопрос я готов ответить, наверное, двояко. Нужно просто уметь, естественно, общаться. Просто те люди, не нужно никогда людей дифференцировать. Никогда не решайте за людей решения, которые они должны принять. Каждый человек решения принимает для себя сам. Я, наверное, буду сегодня говорить более простым языком, потому что, вы знаете, среди наших партнеров есть и простые люди, есть люди и молодые, есть люди преклонного возраста, да. И, наверное, всех интересуют. Как это можно сделать более просто? Вы знаете, в первую очередь, как я вам говорил, тот список, который создается, который мы выписываем всех знакомых, родственников, коллег по работе, сослуживцев. Конечно, в первую очередь мы его делим на три части. Люди со стопроцентным доверием, дальше степень доверия от 70% и до 40%, и уже третья категория, это люди, конечно, с категорией доверия меньше, чем 40%. Конечно, в первую очередь, кому мы, с кем мы пытаемся поделиться? Со своими знакомыми. И вот расскажу вам свой первый опыт. Именно 17 февраля, когда я зарегистрировался в эту компанию, я в первую очередь, кому бы я не думал, как вы думаете, кому я позвонил? Конечно, тем людям, с которыми я, в принципе, общаюсь в повседневной жизни, с которыми мы дружим, это люди, которые занимались бизнесом. Я позвонил своей знакомой, хорошей своей подруге Светлане, которая являлась, да, владельцем ресторана. Но кто занимался бизнесом, тот понимает, что бизнес может идти абсолютно по-разному. И я спросил ее, Светлана, есть ли у тебя деньги? Она сказала, ты что, какие деньги? Ты же знаешь мою ситуацию. Я говорю, кредитная карточка есть, да, есть. Я говорю, тогда срочно приезжай, есть разговор. Мы ночью встретились в Москве, центральный дом туриста, Ленинский проспект, когда приехала Светлана. А у меня сидела, да, моя подруга Ирина из Ростова-на-Дону на тот момент регистрировалась. Она говорит, что здесь происходит? Я говорю, регистрируемся в Свисхеле. Что это ты хоть объясни? Говорит, Рыжков, ты-то хоть разобрался в этом? Я говорю, я нет. Как нет? Я говорю, да. Но ты же знаешь меня. А если ты знаешь меня, то здесь однозначно будет все хорошо. Потому что лично мне всегда импонировал принцип Суворова. Сначала нужно ввязаться в бой, а потом разобраться. В чем мы и разобрались, конечно. И уже разобрались со 100% гарантией. Конечно, Светлана стала нашим партнером. И я уверен в том, что этот бизнес, даже знаю, полностью изменил ее жизнь. Результат того, что это сейчас золотой лидер компании Свисхеле. Вы знаете, следующие люди, наверное, которые были приглашены мною, это опять-таки те люди, которые занимались бизнесом, и я видел, как происходит, как идут у них дела. И я считаю, что я смог им помочь. Ну, а результат даже, наверное, того, что порой не все люди со 100% доверием становятся нашими партнерами. Это даже я сравниваю со своей ситуацией в традиционном бизнесе. Когда-то, еще в 90-е годы, я начинал открывать свой первый традиционный бизнес. Открывал свою первую коммерческую палатку после того, как ушел из медицины. Казалось, кому нужно было сделать это предложение? Ну, конечно, близким и друзьям. У меня был административный ресурс, а нужны были финансы. И когда я собрал своих друзей и сказал, что есть бизнес-предложение, но нужны финансы, за которые мы будем отвечать вместе, вы знаете, как многие, многие задумались, сказали, надо подумать. А вдруг мы прогорим? Я говорю, конечно, значит, будем отвечать тоже вместе, а если мы заработаем? Но мне было думать некогда. И я всегда вспоминаю тот момент, когда я бизнес начал абсолютно с чужим человеком. С человеком, с которым мы виделись, 15 минут я ему обрисовал эту ситуацию, и на тот момент он сказал, вы знаете, у меня ведь нет своих денег, но у меня есть возможность их взять. Их взять у третьих лиц, да, деньги под проценты. Давайте работать. И вот с этим человеком многие годы мы вместе достойно и успешно сотрудничали. То же самое и здесь. Потому что фраза «бизнес для всех, но не для каждого», она полностью работает. Именно сейчас я могу сказать с уверенностью, то, что люди, есть люди, которые ищут, и они всегда находят. Им не важно доверие, им важен разум. Потому что 85%, конечно, это те люди, которые заходят к нами и участвуют в бизнесе на доверие. Их 85%. И 15% это статистика, придуманная не мною, это мировая статистика. То, что именно те люди, которые имеют разум. И вот результат даже, почему я хотел именно сейчас рассказать в этот момент этот шаг. Потому что сегодня в этом офисе буквально час назад у меня состоялась встреча с другом моего близкого друга. То есть с этим человеком мы виделись когда-то буквально 4 раза, может быть, в своей жизни. И я даже, в принципе, никогда не имел понятия, чем он занимается. Мы никогда не обменивались. Как-то мы вместе пообедали, что-то слово за слово стали разговаривать. И поняли, что нам есть о чем поговорить. Потому что я отметил, что этот человек, во-первых, бизнеса, я понял. И понял, что он связан с какими-то продажами билетов. И вот договорились мы созвониться. Но этот человек меня на протяжении трех месяцев никак не мог поймать. Потому что я постоянно сейчас нахожусь в командировках. Ну вот все-таки, что значит точность, вежливость королей? Как я ему сказал, 12 числа в 12 позвони, и возможно у меня будет время, и мы сможем увидеться. Человек сделал мне этот звонок. Это говорит о пунктуальности, о серьезности намерений. Человек приехал к нам сегодня в офис. Мы на первом этаже попили с ним чай, пообщались. Я рассказал о том, что я сейчас занимаюсь не строительством. Потому что он от своего друга, оказывается, знал, что я занимаюсь строительством. И то, что у меня торговля. Я ему рассказал о компании SwissHeli. Кстати, о ней он слышал впервые. Это еще раз говорит о том, что этот проект новый, крайне актуально. Но эта ниша будет скоро занята. Оказалось, что он на протяжении уже 12 лет, даже 14, я ошибся, занимается продажей, именно является дилером авиа и ЖД билетов. Работает с корпоративными клиентами, это порядка 70%. И 30% его клиентов, это люди, которые с улицы. Он работает с нашими авиаперевозчиками и по ЖД, с корпоративными клиентами и так далее. Но, что отметил этот человек? Он сказал о том, что буквально в течение где-то последних 8-6 месяцев объем его продаж стал просто падать. Именно те самые авиакомпании не дают уже тех комиссионных, не дают то вознаграждение. И надо что-то думать. Потому что в основном так же он осветил проблему, что клиенты уходят в онлайн. Это то, о чем говорит наша статистика. То, что к 2020 году ряд профессий теряет свою актуальность. И хорошая фраза, кто не идет в ногу со временем, тот со временем уходит. И буквально без всякой презентации я вкратце рассказал, обрисовал ему наш проект. То, что это клубная система, это именно туроператор онлайн. Мы предлагаем несколько видов пакетов туристической карты. Карта на один год, на четыре, вечная карта. Отельный фонд более 300 тысяч отелей. Ваучер наш дает приоритетное право поселения. Самое главное, да, то, что является основанием в Украине и в России для получения шенгенской визы. То, что 10 человек по карте могут путешествовать вместе. Есть свой саппорт, гарантия качества компании Демобиляр. Свой колл-центр. Есть замечательные условия отмены брони за 5 дней. То есть весь этот спектр его полностью просто поразил. А самое главное, то, что эта покупка безубыточна. Потому что к ней еще прикладывается ваучер. Человек заинтересовался. Поднялись в наш офис. И вот в этом офисе я, во-первых, показал ему специалистов. Сергея нашего Крылова, того человека, который для нас создает все видеоролики. Записывает все наши интервью. То есть он увидел, насколько это делается профессионально. И также сказал ему, что буквально, являясь специалистом по продаже авиа и ЖД билетов, ты мог бы быть очень полезен нашим партнерам. А эта компания, самое главное, с твоим опытом могла бы тебе поднять твои продажи. В чем он полностью согласился. Пообщались, показал презентацию. Посидели, пообщались. Состоялся такой дружеский между собой. Человек сказал, голова, говорит, кипит. Куча вопросов появилась. Это отлично, когда у человека много вопросов. Хуже, когда их нет. Я еще раз говорю, не бывает никогда глупых вопросов. Бывают только глупые ответы. Человек сказал, что для себя под запись все это к завтрашнему дню подготовлю. Говорит, бессонная ночь мне обеспечена. Ребята, самое главное, я вижу во всех ваших глазах просто огонь. Показали ему наши заказы. Показали профессиональную работу видеороликов. Показали, как можно работать в социальных сетях. То есть человек увидел команду. И самое главное, пригласили его в поездку на наш старт-семинар в Венгрию, который состоится 22 числа. Человек уже в Венгрии был. Сказал, что великолепная страна на самом деле. Очень ему нравится. И говорит, я с удовольствием, я понимаю, что визу я успею сделать. У меня уже была венгерская виза. Я с вами с удовольствием поеду, опробую на себе продукт и посмотрю масштабность этого проекта. То есть это правильный подход к делу. К чему я вам рассказал такой небольшой момент? Это говорит о том, что мы порой не знаем, кто будет нашим партнером. Вспомните, есть золотое правило. Сколько раковин нужно перебрать для того, чтобы найти в них жемчужину. А именно я, именно моя супруга, мы в этом бизнесе, в нашу команду подбираем именно жемчужин. Именно тех людьми, с которыми мы будем идти вместе развивать этот проект. С теми, с которыми мы будем путешествовать, зарабатывать эти деньги. И те, которые станут нашей дружной семьей с Висхелли. Поэтому становитесь профессионалом своего дела. Вы знаете, будьте легким человеком в общении. Помните, любой бизнес в первую очередь делается с позитивом, делается с эмоцией. А некоторые бывают с таким кислым лицом предлагают проект. Или такое ощущение, как будто человек что-то пытается, извините, кому-то просто впарить. Но мы не предлагаем того, чем бы ни занимались сами. А в первую очередь, я всегда говорю, компания с Висхелли это позитив, это счастье для вашей семьи и для вас самих. Поэтому в первую очередь, обратите внимание, даже сегодня мой товарищ Сергей отметил в первую очередь, он говорит, «Ребята, у вас горят глаза». Потому что именно с таким состоянием, глаза это зеркало души, делаются любые великие дела. Поэтому будьте позитивными людьми. И на самом деле, делайте это легко. Давайте этот шанс другим, знакомым, близким, родственникам. Потому что если о компании с Висхелли не расскажете вы своим друзьям и родственникам, то это обязательно сделаем мы со своей командой и сделаем это с лидерами за вас. С вами был Олег Рыжков и вся наша дружная команда с Висхелли.ru. Пока. До следующих встреч. Следите за нашими репортажами. Отслеживайте и становитесь профессионалом своего дела. Пока.